Всем привет! Сегодня я хочу сделать небольшой апдейт по рынку недвижимости Торонто и по ситуации с кредитными ставками, а также в целом по экономике, так как эти факторы связаны и влияют на ценообразование на рынке недвижимости. Итак, инфляция упала ниже 6 процентов, это безусловно хорошая новость. Напомню, максимальный показатель был зафиксирован в июне прошлого года, когда инфляция составляла 8,1%. Вторым положительным моментом является то, что 8 марта на заседании Центрального банка Канады первый раз за последние 12 месяцев ставка не была поднята. И, казалось бы, вот он долгожданный момент. Так как абсолютно ясно, что если это пиковая точка, то Банк Канады скорее всего держал бы ставку на этом уровне около 6 месяцев, а потом бы началось снижение. Но не тут-то было. На заявлении Банка Канады сказано, что на сегодня ставку поднимать не будут. Но если инфляция будет снижаться меньшими, чем ожидается темпами, допускается, что ставку придется поднимать еще раз. Конечно, мы не говорим о серьезном поднятии, но поднятие на квотер процента вполне возможно. То есть все зависит от того, какими темпами будет снижаться инфляция. На сегодня считается, что инфляция должна снизиться до 3% уже к концу этого года. Будет ли оно так, покажет время. Пока это только прогнозы. На инфляцию, помимо процентной ставки, влияют и другие факторы, которые надо принимать во внимание. Unemployment rate пока на рекорда низком уровне. Соответственно, растут зарплаты. За последние полгода в среднем заработная плата выросла на 5%. А это для Канады очень высокий показатель. Денежная масса, находящаяся на счетах граждан, тоже близка к максимальным показателям. Но в то же время выросла общая задолженность населения по кредитам. Цепочки поставок товаров, хотя и налаживаются, но очень еще далеки от нормы. Немалую роль в этом играет напряженная политическая ситуация между США и Китаем, а также война между Россией и Украиной. На данный момент практически невозможно спрогнозировать, что перевесит часу весов. Высокие процентные ставки или же вышеперечисленные факторы. Так что сегодня нам остается лишь надеяться на то, что инфляция продолжит опускаться за планированными темпами и ставку больше поднимать не будут. То есть сегодня обоюдно вероятны два сценария. Первый, когда все пойдет по плану и процентная ставка больше подниматься не будет, и соответственно к концу года можно ожидать начала снижения. И второй вариант, когда Банк Канады посчитает необходимым поднять ставку еще раз, и в этом случае снижение процентных ставок вряд ли начнется раньше весны следующего года. Такая неясность, конечно же, играет против рынка недвижимости. Как я уже рассказывал в моих предыдущих видео, есть две категории покупателей, которые ушли с рынка. Первое, это менее обеспеченные слои населения, и они по-любому не вернутся на рынок до тех пор, пока кредиты не станут снова доступны. И второе, более обеспеченные, которые сегодня в низком старте, наблюдая за рынком, и которые бросятся покупать, как только посчитают, что рынок разворачивается. К сожалению, последнее заявление Банка Канады не внесло какой-то конкретики, и их возвращение на рынок пока откладывается на неопределенный срок. Тем не менее, сегодня мы видим некоторое оживление на рынке недвижимости. Например, в сегменте недорогих отдельно стоящих домов вообще практически повсеместно multiple offers, правда цены все еще приблизительно на 15% ниже прошлогоднего пика. Но это связано не с возвращением на рынок покупателя, а с очень малым количеством выставленных на продажу объектов. С кондо предложений гораздо больше, но тут мы также видим незначительное оживление. Хотя по мне, на данный момент можно говорить лишь о сезонном оживлении рынка. Пока это еще никак не массовый возврат покупателей. В целом же, экономика уверенно идет в рецессию. Сегодняшняя рецессия совсем необычная, не такая, как предыдущая, так как наступивший экономический кризис наложился на последствия пандемии и усугубился нестабильной политической ситуацией. Но в любом случае впереди и большое количество увольнений, и банкротства некоторых компаний, в том числе и строительных, ставки по грибтованию вернутся к стандартным 3%, а с большой вероятностью упадут и ниже этого. То есть серьезная рецессия не за горами. А вот рынок недвижимости будет идти в обратном направлении, так как потерянное время уже не вернут. Темпы строительства упали до критического уровня. Строить стало нерентабельно, а жилья катастрофически не хватает. Численность населения при этом растет небывалыми ранее темпами. И в скором времени цены очень быстро отыграют назад и продолжат рост. Эту ситуацию изменить уже невозможно. Сегодняшний канадский сценарий очень напоминает то, что происходило в Австралии некоторое время назад. Экономика падала, а цены на недвижимость очень быстро поднимались. И сегодня цены в Сиднее уже в полтора раза выше наших. Факторы, предшествующие этому, были очень схожи с тем, что мы сегодня имеем в Торонто. Поэтому я и сравнил Канаду с Австралией. Так что тем, кто собирался покупать, самое время это сделать. А продавцам я бы советовал подождать. С вами был Максим Богинский, брокер оф рекорд и владелец компании Right at Home Reality Investments Group. До новых встреч!